МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В момент прибытия первого подразделения горели кровля строения и веранда по всей площади. До приезда спасателей соседи вынесли на улицу пенсионерку без сознания. Медики констатировали ее смерть. Предварительно к трагедии привела неосторожность при курении. В Криводановке обошлось без тяжких последствий. Пожарные спасли из горящей квартиры панельного дома двух годовалых близнецов, их родителей и эвакуировали из задымленного подъезда всех жильцов. К другим темам рецидивисту из Болотного грозит пожизненный срок за убийство соседки. Накануне в Новосибирском областном суде должно было состояться первое заседание. Но процесс не пошел. Почему, расскажем в следующем сюжете. Вести съемку в зале заседаний журналистам экстренного вызова запретили. На этом настоял сам обвиняемый Андрей Цветков, уголовник с богатым криминальным прошлым. Он неоднократно отбывал наказание за кражи, грабежи и убийства. Из колонии освободился 9 апреля прошлого года. И спустя всего полтора месяца вновь оказался в СИЗО. Его жертвой стала 72-летняя жительница Болотного. На пожилую женщину злоумышленник напал в ее собственном жилище. Зная о том, что Бабыкина получает пенсию и хранит ее в доме, он под надуманным предлогом проник вслед за потерпевшей в дом. Стал требовать денежные средства. Получив отказ, взял нож и нанес им удары в шею и в грудную клетку потерпевшей. От полученных телесных повреждений Бабыкина скончалась на месте. Чтобы пенсионерка не сопротивлялась, налетчик повалил ее на пол и связал скотчем руки. Добычей злоумышленника стали золотая цепочка женщины и 3000 рублей. Полицейские задержали фигурантов в тот же день по горячим следам. Он написал явку с повинной и рассказал следователю, что на преступление пошел, дабы улучшить свое материальное положение. Андрею Цветкову инкриминируют убийство, сопряженное с разбоем. Грозит ему вплоть до пожизненного лишения свободы. На первом заседании подсудимому должны были огласить обвинительное заключение. Но сославшись на плохое самочувствие, он попросил вызвать скорую помощь. Медики осмотрели пациента и сделали вывод, что участвовать в процессе Цветков пока не может. В Новосибирской области за похожее тяжкое преступление будут судить жительницу рабочего поселка Колывань, которая, по версии следствия, во время семейного застолья в ноябре прошлого года убила своего сожителя. Ссора на почве чрезмерного употребления алкоголя произошла внезапно, в самый разгар веселья. Хозяйка жилища схватила кухонный нож и воткнула его в грудь мужчины. А после позвонила его родной сестре и сообщила о случившемся. Птерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался, не приходя в сознание. Сотрудники полиции задержали фигуранку по делу и доставили в территориальные следственные органы. В ходе следствия отношения обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении она признала частичным. В Новосибирской области задержали мужчину, который стрелял из окна своей квартиры по прохожим. Инцидент произошел в населенном пункте Станционно-Аяшинский Машковского района. Правоохранителям позвонили очевидцы. Когда приехала опергруппа, злоумышленник уже покинул место преступления. Его остановили на улице недалеко от дома. Нарушитель был мертвецки пьян. В соцсетях появилось видео задержания стрелка, перепугавшего жителей поселка. В полицейском ведомстве отметили, в отношении дебошира составлены протоколы за пальбу в неотведенных для этого местах и нарушение правил хранения оружия. Однако, чтобы осознать содеянное, мужчине сначала придется протрезветь. Продолжая программу, в Омске поймали двоих новосибирцев, которые, по версии следствия, входили в группу телефонных мошенников. Полицейские уверены, иногородние гости всего за три дня успели обмануть как минимум 16 пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет. Возбуждены уголовные дела. Руки за спину, лицом в землю. Новосибирцев, приехавшие в соседний Омск на так называемые криминальные гастроли, брали со спецназом. У полицейских была оперативная информация, что эти молодые люди – курьеры телефонных аферистов. Именно они приезжали за деньгами обманутых людей, оставляли себе процент. Остальные средства перечисляли организаторам бизнеса. Полицейскими было установлено, что ранее судимые злоумышленники прибыли в город Омск несколькими днями ранее. С их визитом наши сотрудники связывают волну преступлений, от которых пострадали пожилые жители областного центра. У телефонных мошенников, уверены правоохранители, был целый штат таких курьеров. Пособников искали через интернет, размещая объявления о быстром заработке и стремительном карьерном росте. Требования к соискателю выдвигали предельно простые. Приезжать по указанному адресу, забирать конверт с деньгами и ни с кем не общаться. Когда в квартире омской пенсионерки Клавдии Матвеевны раздался звонок, пожилая женщина даже не поняла, что говорит не с дочерью Мариной, а с совершенно посторонним человеком. Я вся разбитая, губа разбитая, голова, я вся. Ну, представляете, вот такое вот. Как ты? Я неправильно переходила дорогу. И за меня девушка врезалась, она на операцию почти насмерть. Звонившая попросила собрать деньги, якобы для того, чтобы откупиться от следствия и передать их курьеру. Практически сразу на пороге квартиры появился незнакомец. Он забрал у пенсионерки пакет и только после этого пожилая женщина догадалась позвонить сначала дочери, а потом в полицию. Требования мошенников начинались от 800 тысяч рублей. Если такой суммы не было, соглашались на меньшую. Таким образом, в Омске за три дня были обмануты 16 пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей. На таких вот курьеров в Омске устроили настоящую облаву. За последнюю неделю уже задержали несколько человек. Попали под эту спецоперацию и новосибирские гастролеры. У них изъяли сигнальный пистолет, телефоны со всей перепиской и 123 тысячи рублей. Как раз эту сумму им вручила последняя потерпевшая. Возбуждены 16 уголовных дел по статье мошенничества. Сейчас полиция активно разыскивает самих организаторов телефонного бизнеса. Накануне в советском суде Новосибирска избрали меру пресечения ушлому ухажеру, который обчистил счета своей любимой. Воспользовавшись моментом, мужчина через онлайн-сервис перевел с карты потерпевшей почти миллион рублей. А после попытался забрать и ее машину Мазда Капелла. Пока идет расследование, фигурант будет находиться в СИЗО. По решению суда его взяли под стражу. После того, как в СМИ появилась информация о прекращении уголовного преследования новосибирского охранника магазина «Пятерочка», который перестарался и причинил травму ребенку, истории заинтересовались в Москве. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным возобновить расследование, а заодно назначил служебную проверку в отношении тех сотрудников, которые, по сути, решили не наказывать ЧОПовца. Инцидент произошел в октябре прошлого года в Держинском районе Новосибирска. 13-летний Кирилл отправился в магазин у дома, но выбирая товар, мальчик попал в поле зрения местного охранника. Тот заподозрил ребенка в краже и, не разобравшись с ситуацией, моментально приступил к задержанию. Школьник получил удар кулаком или тяжелым предметом в спину. Это скриншот той самой драки. Минут через 30 он прибежал домой, весь в слезах, он телефон дома просто оставил, не смог позвонить. Весь в слезах, его трясло. Ситуацию придали огласки, растиражировали в СМИ. ЧОПовца попросили со службы, а комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» и назначил ряд экспертиз. Однако через пару месяцев преследование охранника прекратили и передали материалы в полицию. А там не нашли даже оснований для административного производства. Мама пострадавшего мальчика вновь начала жаловаться во все инстанции, уверяя, что ее ребенок получил серьезную травму из-за боли в спине, до сих пор не может посещать школу. Пришлось переводить его на дистанционное обучение и нанимать частных педагогов. Председатель СК ждет от своих подчиненных оперативный доклад о ходе нового расследования. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи.